Дворим Дворим Ты говоришь 35 стих, да, 1 главы? Да, да, да И в связи с этим возникает вопрос Давай прочитаем, смотри, я прочитаю вслух 34 стих Господь услышал слова ваши, разгневался, поклялся, говоря Никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим Только халев сын, и фонин увидит ее, ему дам я землю И дальше про его шабенун Вот, то есть получается, что говоря о злом роде, речь идет не о какой-то семье Речь идет о народе, который вышел из Египта И вдруг вот такой вердикт, злой род И в связи с этим вердиктом возникает вообще вопрос А что тогда есть добро и зло? Да, это насущная тема для современных обывателей И это, скажем, из категории философских и риторических вопросов То, что может быть зло для одного, может быть добро для другого И все относительно, конечно же Все относительно, конечно, добро и зло Да, вот когда, вот правильно, когда мы видим вот жизнь людей мира сего И их размышления о добре и зле На эту тему написано и переписано Песен, стихов, поэм, чего угодно Фильм его отснято И, в общем-то, что-то являющееся добром для одних Может быть совершенным злом для других На примере футбольных болельщиков Это видно очень хорошо Одна команда, выигравшая, является вот чем-то предметом обожания для одних И предметом ненависти для других То есть выигрыш этой командой чемпионата может быть радостью, добром для одних И совершенным злом для других Но вот когда здесь говорится о злом роде Вот почему, слушай, мы читаем вот Тору Мы видим, что столько интересного было народам сделано Вот когда они вышли из Египта Это же вот о них О тех, которые вот женщины за мирием пошли в танцы В радости Это о тех, кто стал перед горой И сказали Всевышнему, что исполним все, что не повелишь Это о тех, кто побеждал Амаликитян Это о тех, кто начал, вот учился жить по заповедям И такой вот злой род В чем же дело? Можно задаться вопросом, откуда же это взялось, да? Что в корне, в базе зла стоит Да, то есть обязательно ли это значило, что они, знаете, все такие ходили с насупленными бровями То есть как люди представляют образ зла Вот что такое злой человек? Нарисованное зло Злые герои, знаете, когда рисуют Были ли они такими? И таких ли Бог выводил из Египта? И такие ли они были на протяжении всего пути? Это, конечно... В любом случае мы читаем в Торе, что со многими так было не всегда И вообще, что такое зло по сути, если смотреть на это взглядом Бога Смотрите, что получается Да, конечно, когда они хотели убить Маше Это зло, это нам понятно Когда они хотели, нам понятно, как тем, кто поверил в Бога Нам понятно, что хотеть развернуться и уйти назад в Египет Это зло, это плохо Но вот что интересно Многое из того, что они сделали и что нам понятно, как зло Это произошло с ними не сразу На чем базируется зло? На чем базировалось... На чем вообще базируется грех, производящий зло? На неверии, я предлагаю так понять Потому что все, что они сделали плохого и все вот это развитие негатива в народе Израиля Вот его первого поколения, вышедшего из Египта Это все базировалось на неверии Богу И доходило до крайних форм Если убрать неверие, не будет почвы для зла Злой человек, поверивший Богу, он освобождается от присутствующего в нем зла Оно как бы выходит, выводится из него Добрый человек, который не поверил Богу Перестает верить Богу Или так и не поверил Зло наполняет его Я хочу сказать, что за уже какое-то время, за те годы уже новой верующей жизни Я отмечал для себя людей, которые были верующими и по причине греха того или иного отошли от Бога И действительно, вы знаете, если... я думаю, вы также можете... Как ты сказал, я тоже подумал Как портилось... Да, как портилось... вот как портился человек Точнее, как он возвращался к тому, из чего Господь его вытащил Как в его сердце появлялись ненависть, как появлялось раздражение... И все из-за неверия в Бога фактически И все из-за неверия То есть, пока человек был на пути к Богу, пока он был с Богом Это Господь убирает это зло, очищает сердца Точно такой же пример вот с Израилем в данном случае Да, вера, вера это великая вещь, вера это базис И вы отвечали тогда и сказали мне Согрешили мы перед Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш И припоясались вы, каждый ратным оружием своим И безрассудно решились взойти на гору Но Господь сказал мне, скажите им, не сходите и не сражайтесь Потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились по велению Господню И по упорству своему взошли на гору И выступил против вас амарей, живший на горе той И преследовал вас так, как делают пчелы И поражали вас, и возвратились вы, и плакали перед Господом Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам Мы читаем историю о том, что мы в прошлое и позапрошлой недельной главе Рассуждали на тему буквы и на тему духа На тему услышания Бога, на тему жизни по духу Жизни в услышании Божьей воли, Божьего положения Народ Израиля, услышав однажды повеление Бога в такой форме Он подумал, что это все, это мейнстрим Это, собственно, вот так надо делать всегда теперь И не имея повеления Божьего, в другой раз они подумали, что прошлого хватит Мы уже поняли, как надо действовать Иными словами, мы поняли Бога, мы вычислили, мы рассчитали Мы математики, у нас все получилось, уравнение понято То есть, если вчера Господь сказал, идите на гору и сражайтесь, и я буду с вами Почему он не имеет в виду этого сегодня? То есть, иными словами, да, приходится вот слышать Ты знаешь иногда, что можно узнать все настолько Да, это сложное уравнение, никто не говорит, что это просто Но, если постараться, можно узнать все настолько, что ты точно поймешь, как устроена эта жизнь Я, конечно, уважаю людей, стремящихся познавать Но я не согласен с тем, что это познание имеет предел Да И что можно Бога вычислить настолько, настолько понять Если ты сделаешь так, будет это, если так, так И ты уже четко это для себя, вот для себя знаешь И для других знаешь, у тебя других не допускаешь Что все может измениться, как в этой ситуации, когда они решили, что так будет всегда И Бог не захотел им помогать Да, и они даже не то, что они просчитали Они же слышали то, что Бог им, грубо говоря, вчера говорил Идите и сделайте То есть, явная Божья воля была дана Но то, что вчера была Божья воля, не обязательно уже является ею сегодня И это урок на все времена И потом, спустя Тору, я думаю, что многие-многие поколения могли видеть на примере данного Что очень важно знать Слово Бога для ситуации, которая есть сегодня Потому что то, что им говорил Бог вчера В некоторых ситуациях может отличаться от того, что может быть сегодня А может быть просто прямо противоположно Абсолютно, да Оно здесь так и было Вот здесь, собственно, так оно и произошло, действительно Я вот, знаешь, что хочу сейчас, я вот слушаю тебя И вот, как бы, думаю на тему, о чем мы сейчас с тобой говорим Мы опять возвращаемся к тому, что нам важно знать своего Бога Не только то, что было с предыдущими поколениями верующих, как информация, что ли Это важно, конечно, знать Да Но нам важно знать лично Бога сегодня В своей жизни сегодня И возникает вопрос, возможно ли это? Я думаю, что возможно Потому что, особенно нам, как верующим Нового Завета И нам... Поясни, не все понимают Не все понимают вот связи, что Верить просто в Бога без привязки к Заветам, что нельзя, что ли? Ну, разница в том, что есть у нас в Машеях Ишуа Спасение наше и жертва, которая за наш грех И есть обещание Бога И обещание Ишуа Что он даст своим последователям, своим ученикам Бог даст сынам и дочерям, своим детям своим Духа Божьего Который, с помощью которого, благодаря которому Можно будет общаться с Богом И знать Божью волю И слышать Бога непосредственно Ишуа говорит, Дух, который на мне дам вам Вы примите силу, написано Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелями Иными словами Сможете сделать то, что без этого Духа вы делать не можете Почему? Потому что Он дает силу Бог, Сам Бог дает силу Он дает как бы видеть вперед Он дает возможность отличить Где можно сделать так, как ты делал вчера А где нельзя этого делать Ни в коем случае Потому что будет беда Как вот здесь написано Иными словами Бог дает нам слово Не ради того, чтобы покинуть нас навсегда Оставив нас слово Он дает нам слово Чтобы примерами отсюда приучить нас к пониманию Важности Быть привязанным к нему сегодня В этой жизни всегда И также еще для того, чтобы оживлять это слово Которое слово стало плотью И оживлять его в наших сердцах В тех ситуациях, которые мы проходим в нашей жизни Поэтому на тему жизни по духу Если человек, я думаю, из практики Общинной жизни Мы видим, что если человек Две недели назад пришел в общину И покаялся Наверное, он пока еще не очень может Точно различать, где же все-таки Жизнь по духу И что ему говорит Господь Мы знаем, что Господь говорит в рамках Писания Он не говорит то, что может противоречить Его же Слову И поэтому очень важно нам, друзья И нам, и вам, и всем верующим в нашего Машеха Нам нужно читать слово, читать Писание Узнавать Божью волю Чтобы она могла оживляться Божьим Духом Чтобы это слово, оно оживало в нашей жизни Чтобы Бог давал сверхъестественную мудрость При принятии каких-то решений Которые выходят за рамки того, что описано в слове буквально Да, вообще, как бы, как я понимаю Самое главное Ведь слово – это инструмент Вот, извините, те, кто, может быть, считает Что слово – это, собственно, нечто такое О чем, собственно, так и говорить нельзя Слово – это инструмент Для того, чтобы мы, изучая его Вот, используя как учебник Увидели важность Быть привязанным к своему Богу Доверять своему Богу Верить беспрекословно своему Богу Искать того, как быть вводимым Богом Искать того, как быть смиренным и послушным Вот это вот задача слова Самое главное – это вернуться к Богу Быть с Ним, жить с Ним Спасибо за внимание Шалом Шалом Дорогие друзья Если наш портал Ишуа.орг Является благословением для вас Вы можете своими пожертвованиями Принять участие в развитии этого служения Наши реквизиты находятся на странице Помощь сайту Мы благодарим вас за поддержку И пусть Всевышний благословит вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok